Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В драмтеатр пригласили лучших представителей разных профессий. Репортаж Юлии Константиновой. На торжественном собрании в честь самого главного праздника Хакасии представители всех городов и районов республики. Больше 600 человек. Полный зал. Обстановка торжественная. Ровно 22 года назад Хакасия стала самостоятельным полноправным субъектом Российской Федерации. От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой в нашей истории. За эти годы республика прошла большой и сложный путь. Развитие сегодня является одним из самых стабильных и благополучных регионов страны. Регионам, где увеличивается промышленное производство, развиваются сельское хозяйство, социальная сфера, где уделяется внимание сохранению культурного богатства, приоритетом, отметил в поздравительной речи Виктор Зимин, всегда были люди. Поэтому 27 награжденных, в том числе званием почетный гражданин республики Михаил Побызаков, ветеран Великой Отечественной войны, который так совпало, отметил сегодня юбилейный 95-й день рождения. Участнику Курской дуги, воевавшему на Центральном и Белорусском фронтах, зал аплодировал стоя, рукоплескал и тем, кто награжден медалями. Катанова, трудовая и родительская доблесть Хакасии, за спасение погибавших, орденами за заслуги перед Хакасией. Галина Трошкина, один из самых известных в республике людей, больше 40 лет в социальной сфере, десятки ключевых должностей, от учителя начальных классов, председателя области полкома до председателя республиканской организации ветеранов. Я работала с людьми, и поэтому эту награду я разделяю со своим народом Хакасии. С народом, который сегодня отмечает день рождения республики, один из главных для полноправного субъекта федерации праздников в году. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести Хакасии. С 1 июля в силу вступил новый сельскохозяйственный техрегламент. Согласно ему, забить скот на частном подворье и продать мясо фермер отныне не может. Он просто не получит необходимых ветеринарных справок. Оборудованных скотобоин в республике недостаточно. И введение новых правил существенно осложнит жизнь аграриям. Как реализуется закон на примере Усть-Убаканского района, выясняла Олеся Калиниченко. Введение новых требований к убою скота в первую очередь ударит по карманам простых крестьян. Тех, кто разводит хозяйство для себя и лишь сезонно продает излишки. Массовый забой свиней и КРС участников начнется в конце лета, когда необходимо собрать детей в школу. Но Россия вступила в ВТО и теперь, согласно новым правилам, реализовать мясо можно только в том случае, когда убой произведен в специально оборудованном месте под присмотром ветврача. По техническому регламенту продать забитое дома нельзя. Ну нельзя. И он фактически вступил в силу вот этот регламент. По 19 статье никакой отсрочки нет. Но вы пока все равно штрафовать не будете простых крестьян. Ну мы же люди, мы же понимаем нашу страну, да, с учетом раскачки и всего остального. Но мы лично не будем штрафовать. Мы будем давать рекомендательный характер. Несмотря на то, что новый техрегламент по мясной продукции вступил в силу, до февраля 2014 года действует переходный период. То есть этой осенью частники могут работать по старой схеме. Убой скота проводить у себя в подворье и реализовывать продукцию. В следующем году никаких послаблений уже не будет. У местных властей осталось совсем немного времени, чтобы организовать в крупных населенных пунктах оборудованные бойни. В селе Райково у Стебаканского района под это планируют перестроить бывшую котельную. 6 августа уже должны состояться торги. Надеемся, что придут предприимчивые люди, то есть предприниматели, которые возьмут на себя ношу по реконструкции существующего этого здания и в 2013-2014 году открыть его уже как для забоя скота, как от крестьянской фермии, так и от населения. По данным местных властей, село Райково в прошлом году поставило на мясной рынок Хакасии около 900 туш КРС. Работы в деревне практически нет. Личное подсобное хозяйство – это одна из главных статей дохода для сельских жителей. Пользоваться услугами профессиональной бойни люди в принципе не против, при условии, что она будет в шаговой доступности и за приемлемую плату. Если в деревне сделают бойню и плата будет, соответственно, недорогая, то нормально. То есть, если у нас здесь откроется забойный цех, то это гораздо будет удобно и выгодно, чем везти куда-то в Усть-Абакан, допустим, или в Абакан на мясокомбинаты сдавать, или здесь частников нанимать, чтобы они приезжали, кололи. А так увели туда, там закололи, все, пожалуйста. Можно сказать, что жителям села Райково повезло. У них бойня появится в обозримом будущем. Как быть малым населенным пунктом, где рядом нет крупных фермеров и нет заброшенных котельных? Вариантов немного. Первый – нанимать машину и везти животное на ближайшую бойню. Второй – за бесценок продавать корову живым весом, перекупом. Они, кстати, уже активизировались и, по всей видимости, их услуги востребованы. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Настоящий раритет обнаружил житель Абакана возле мусорных баков. Свою находку пистолет времен Великой Отечественной войны мужчина принес в полицию. После детального обследования полицейские установили, что этот пистолет произведен в СССР в 1939 году. Он в хорошем состоянии и вполне пригоден к стрельбе. Сейчас сотрудники пытаются установить его последнего владельца и заодно проверяют достоверность слов сдавшего его человека. Как заявил Евгений Шишланов, он нашел оружие ранним утром возле мусорных контейнеров. Мужчина направлялся в гаражный массив, там и заметил полиэтиленовый пакет. Любопытство ради пнул его ногой и услышал металлический звук. Развернув пакет, 64-летний пенсионер обнаружил пистолет ТТ калибра 7,62 и магазин с семью боевыми патронами. Сейчас оружие направлено на экспертизу, проводится проверка. Если все подтвердится, то нашедшие получат из республиканского бюджета вознаграждение. Медицина возвращается к опыту прошлых лет. В стране вновь вводят всеобщую диспансеризацию взрослого населения. Пройти полное медицинское обследование сможет и работающий, и неработающий гражданин, и студент, и пенсионер. Совершенно бесплатно и, как обещают врачи, буквально за день. Как отнеслись к инициативе жителей республики, узнала Наталья Гармашова. Черногорские медики решили не ограничивать информацию о всеобщей диспансеризации стенами поликлиник. Сегодня в городе Угольщиков объявление о старте федеральной программы развешано на подъездах многоэтажек. Жильцы читают, но пока на прием не спешат. Скидку можно сделать на то, что диспансеризация началась только в апреле. К тому же в разгаре дачный и отпускной сезон, поэтому в первых рядах на медобследование пенсионеры. Пенсионеры хирурга, нервопатолога, монолога, все анализы. Каждое свое здоровье успокоится. Сейчас же непредсказуемые все болячки вылазят. Так что я считаю, что это очень хорошо сделали диспансеризацию именно для пенсионера. Пройти обследование несложно. В первую очередь нужно взять паспорт и медицинский полис и пойти к своему участковому врачу без предварительной записи. Второй вариант – прийти в кабинет до врачебного приема в поликлинике. Здесь предстоит заполнить анкету. Ответ на вопросы позволит выявить факторы риска заболеваний. На месте пациенту измерят рост, вес, артериальное давление и дадут направление на осмотры. В каждой возрастной группе свой перечень. Людям с 21 года и до 39 делают кардиограмму, флюорографию, анализ крови, проверяют уровень холестерина и глюкозы. Проводится осмотр акушером-гинекологом. На втором этапе добавляется узи брюшной полости, измерение триклазного давления и маммография для женщин. Это с 39 лет. Мужчины старше 45 сдают кровь на онкоманкеры. Пациентов за 50 ждет обследование невролога. Если выявилось заболевание, человеку предстоит более углубленное обследование. И, пожалуй, самое главное – в первую очередь на диспансеризацию ждут пациентов, которым в данный год исполняется 21, 24, 27 лет и так далее, прибавляя 3 года, вплоть до 100 лет. То есть одному и тому же человеку полное обследование предстоит раз в 3 года. Наталья Гармашова, Владислав Постовой, от Вести Хакасия. Новую скульптурную композицию открыли сегодня в Абакане. Она разместилась у здания Хакасского технического института. Своё творение мастера посвятили студентам, а потому и название придумали соответствующие – «Гранит науки». Скульптура выполнена в виде куба, на граних которого выгравированы не только математические формулы, но и пословицы, смысл которых сводится к общему знаменателю – «учить, ум точить» или «учение свет, а не учение тьма». Инициаторы идеи к воплощению задуманного подошли с юмором, разместив на поверхности куба как сложные функции, так и простейшие. Например, дважды два. Любопытно, что «Гранит науки» выполнен на самом деле из гранита, добытого за пять с лишним тысяч километров от Абакана. Этого гранита хватит надолго грызть, поэтому это настоящий гранит, карельский гранит, привезённый из Грозаводска. Так издалека, а ближе нет? А чёрный цвет – это оттуда, чтобы видно было, хорошо читалось. У нас нет такого чёрного гранита. А здесь шлифовали, здесь писали всё. На этом у меня всё. Я напоминаю, что новости нашей телекомпании вы можете увидеть и в интернете по адресу вестидефисхакасия.рф. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова